Преследование, вынужденный отъезд и возвращение на родину. Только ленивый не вспомнил возвращение Солженицына. Но это совсем не похоже на Навального. Солженицын возвращался в другую страну, совсем не ту, которая его выслал. Жал руку КГБшнику. И вообще не лата. Ростропович и особенно Вишневская тоже были обласканы. А Буковский и Щеранский не вернулись. Хотя приезжали, посмотрели, но нет. Я вам про других возвращенцев расскажу. Кого преследовали, некоторых даже в тюрьму сажали, но вернулись все равно. На родную землю. И живут себе при Путине. И даже процветают. Ни ФСИН ими не интересуются. Ни Следственный комитет. Самый влиятельный из них – антиквар. Илья Трабер. Бармен из пивбара «Жигули» в Ленинграде. А потом он стал владельцем морского порта Санкт-Петербург. Петербургской топливной компании. И много чего еще. И как раз тогда, когда Путин был замом у Собчака. И именно он принимал решения, связанные с бизнесом Трабера. Одним из подчиненных антиквара был некто Алексей Миллер. Кстати, в это время комитет по управлению госимуществом в Питере возглавлял молодой чиновник Герман Греф. Антиквар давно уехал из России с греческим паспортом. Поселился в Женеве, купив одно из самых роскошных там вилл. Его там ужасно преследовали. В Монако его капитал был признан преступным, а испанский суд объявил его о международный розыск за отмывание денег для Малышевской оргпреступной группировки. Вы же помните Бандитский Петербург? Это оттуда. Вернулся на родную землю и ничего. Даже бывает почетным гостем на днях рождения Путина. Или вот его партнер Геннадий Петров, тоже питерский, по одному делу с Трабером проходит. Отсидел еще в Союзе за денежный подлог и халатность. Работал бригадиром грузчиков на московском вокзале. А потом его начали называть лидером ОПГ, а чуть позже крупным авторитетным бизнесменом. Тоже уехал в Испанию. И там его тоже начали ужасно преследовать за отмывание преступных денег из России. Был освобожден под залог. А потом суд разрешил ему выехать в Россию, навестить родных. Из России Петров прислал в Испанию справку, что заболел и не приедет. Выбрал свободу. Эмигрировал, а потом тоже заболел и не приехал сидеть в испанской и американской тюрьмах еще один авторитетный бизнесмен Владимир Тюрин. Он же Тюрик, он же киномеханик, он же батя. Его по всему миру разыскивают, а он вернулся на родину. В Википедии пишут, что он у деда Хасана отвечал за взятки высокопоставленным сотрудникам ФСИН. Когда несколько стран затребовали его выдачи, он как раз сидел в бутырке. Но представил в суд справку, что у него насморк, и его отпустили. За него тогда сильно вписалась депутат Госдумы от Единой России, оперная певица Мария Максакова, случайным образом родившая тюре двоих детей. Или вот Семен Могилевич, выдача которого требует несколько стран. Входил в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР. В России его посадили, а потом выпустили за отсутствием состава преступления. В известной записи из кабинета тогдашнего президента Украины Кучмы, он упоминается в разговоре Кучмы с генералами. И те между делом, как факт, упоминают, что Могилевич давний агент КГБ. Но ничего, живет себе в России, в Сочи, и никто его не трогает. Шабтай Калманович. С ним вообще интересно. Он давным-давно уехал и еще в 85 году профинансировал переворот в Сьерра-Леоне. Поставил там своего диктатора и промышлял алмазами. В 90-х вернулся в Россию, отсидев в израильской тюрьме. За шпионаж в пользу СССР. Агент. А в России-то хорошо. Стал лучшим другом женского баскетбола. Привозил в Россию мировых звезд эстрады. Бизнесом занимался, в основном рынками. И с Путиным на дружеской ноге. Но пока в него не выпустили 18 пуль в центре Москвы. Но это уже другая история. Таганская ОПГ, говорят, взяла на него заказ. Да что ж такое? Лучшие люди России и всегда почему-то ОПГ. Но вот видите, возвращались люди и прекрасно при Путине жили. Впрочем, они, что называется, социально близкие. А у Навального нет ОПГ. И в Питере он не жил в 90-е. Денег не отмывал, вилл не скупал, стрелки прогуливал. К Путину на дни рождения не ходил. Ну лошара. Ну как такого не посадить?